Доброго времени суток всем зрителям. Сегодня я решил поиграть в арму третью на очень популярном русском серваке, где нужно выполнять совместные задания. И прежде всего я хотел бы вас познакомить с таким очень важным классом в этой игре, как снайпер. Вооружение снайпера в этой игре состоит из... В основном это два оружия. Первое оружие это снайперская винтовка М320, по-другому ее называют еще Intervention. Очень популярное оружие американское среди снайперов. Ориентировочная цена ее в реальной жизни 50 тысяч долларов. И она может быть вам знакома по такой знаменитой серии, как Call of Duty. Вы наверняка встречали Modern Warfare 2 в третьей части и в других подобных играх. Кроме того, она есть в Battlefield 3 и Battlefield 4. И следующая винтовка это GM-6 Lynx. Ну это прообраз такого как бы барета. Калибр у нее 12,7. Достаточно мощное оружие. Но единственный недостаток это недостаточная дальность, потому что в сравнении с Intervention она менее короткая. У Intervention есть два огромных достоинства. Это длина ствола, что позволяет взять на огромное расстояние. В магазине на 7 патронов. А по убойности Intervention конечно проигрывает Lynx. Вот. Ну, на данный момент я, пожалуй, возьму Lynx. То есть Intervention, потому что это моя любимая винтовка снайперская. Здесь у меня уже есть особые наборы, вот, загружаемые. Так. Сейчас я возьму, значит, Lynx, патроны. 7 патронов в магазине. Вот они сейчас. Вот. Добавлю себе в рюкзак дополнительные магазины. Далее. Очень важным является выбор прицела. Прицелов в этой игре огромное количество. Тактические прицелы, прицелы для винтовок, прицелы для снайперских винтовок. Огромное количество. Каллиматорные прицелы, прицелы, инфокрасные прицелы. В общем, все прицелы, которые используют все передовые армии нашего времени. Вот, американская, НАТОвская армия, российская. Ну, российская, я хотя, думаю, не особо использую такие вот инфокрасные прицелы, потому что они очень дорого стоят, а, как бы, вы сами понимаете, что в России все устаревшее, все через одно место сделанное. Вот, вот, я считаю то, что очень грамотным выбором будет прицел Найт Сталкер. Это мой любимый прицел, особенно вот сейчас на серваке мы посмотрим. У нас, значит, без 10.8, это уже темно. Как вы видите, темнота, врагов будет сложно увидеть в темноте, поэтому мы возьмем прицел Найт Сталкер. Он как раз заточен под ночное время суток. Вот, мы надели его на свою снайперскую винтовку Интервеншн. Так, еще возьмем, пожалуй, перевязочный пакет дополнительный, потому что нас могут несколько раз ранить в игре. И вот, собственно, вот так вот мы выглядим в этой игре, вот, играя за снайпера. Сейчас попробуем сесть в вертолет, если кто-то подъехал. Кнопочка ИН включается ночное видение. Огромным, вот, я забыл сказать, то, что огромным достоинством вот этого вот прицела является именно способность также видеть темноте. Сейчас мы сядем, пожалуй, и нас довезут до поля битв, где мы сможем испытать уже их прицел. Вот, как мы видим, точка у нас сейчас здесь. Мы сейчас нас должны сюда привезти, высадить, и мы уже должны, как бы, испытать это оружие. Итак, мы прибыли на место высадки. Вот это место показано на карте. Расположение всех наших игроков и точки, то есть небольшого такого пригорода, который мы должны захватить. С синего помечены наши, мои союзники. И также я вот залез на пригород, вот здесь вот, в этой области. Так как это самая лучшая точка для снайпера, для осмотра. Включаем оптический прицел Найт Сталкер. Он имеет несколько режимов. Нажимая кнопочку ИН, мы можем вернуться в исходное состояние, которое можно лучше всего использовать днем. Это прибор ночного видения. И тепловизор. Вот этот один вид тепловизора, который помечает цели черным цветом. И, то есть, такой вот датчик, реагирующий как вот красный. И вот мы видим какого-то пробегающего. Это может быть противник, а может быть свой. Вот в чем сложность обнаружения и вычисления. Является ли это противник или свой. Стрелять в армию очень тяжело. Потому что поле здесь летит как в реальной жизни, не по прямой, а как в контре, в баттлфилде и подобных играх. А действительно, поле летит по параболе. Влияет на поле все. И скорость ветра, и условия. Поэтому здесь очень важно. Снайперу, прежде всего, нужно забраться на гору или на возвышенность, какой-нибудь холм, как сделал я сейчас. И совершать оттуда вот такие вот осмотр местности и уничтожение противников. Вот здесь расстояние показывается в правой стороне прицела. И приближение. 25-ти кратное здесь приближение. Очень хороший этот прицел. В отличие от просто прицела, от простого тепловизорного прицела, у которого ужасное приближение, вот этот прицел обладает превосходным приближением. Вот сейчас я сомневаюсь в том, что это противник, это свой. Вот показывает мне, высвечивается его ник. Поэтому вы, когда играете, будьте предельно аккуратны. Лучше несколько раз убедиться в том, что это свой союзник, прежде чем стрельнуть в него. Вот рядом ко мне подошел еще другой снайпер, тоже с такой же винтовкой. И здесь вот можно производить осмотр местности и уничтожение противника. Вот мы видим странную группу. Это могут быть свои, как свои, так и чужие. На бегу, кстати, поймать цель очень тяжело. Такое попадание происходит крайне редко. Прежде всего, я стараюсь дождаться, пока цель становится, и после этого стрелять. И то не факту, что попадешь. Сейчас смотрим на карте, где свои, а где чужие. Помечаем. Можем пристать, хотя это... Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok свой надо быть аккуратным очень аккуратно вот кто-то его убил из союзников поэтому играйте очень аккуратно лучше как говорится 7 раз измеряя один раз один раз отрежь а наказывается это довольно сурово вплоть до бана если админа на данном серваке присутствует еще видим одно про кажется это противник да потому что никто у нас не носит такие шлемы так здесь у нас погибшие отмечены зеленым цветом своих вроде в этой зоне ближайший вот здесь вот вот противник еще один убит все на данный момент мы захватили эту точку операция успешной следующая точка расположилась южнее с the и и и и Продолжение следует...